В прямом эфире Якутия 24 вы смотрите выпуск «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Добрый вечер. С Днем Защитника Отечества! С праздником! Сегодня поздравили отцов-одиночек Якутска. Мужчины достойно воспитывают детей одни. Кто прав, а кто виноват. Жильцы сразу 18 домов решили сменить управляющую компанию, но жилнадзор этого не допустил. В чем суть проблемы? С типографией до рук читателей. Как и в какие сроки доставляют газеты Якутия и Сахасиря до жителей районов и какой спрос на эти издания? Соревнование класса А. В столице стартовал всероссийский турнир по боксу памяти Александра Федотова. За честь Якутии бьются 58 спортсменов. В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Кроме того, новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. Также при использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса. Помимо этого, автовладельцы больше не могут использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары и снимать предусмотренные конструкции стеклоочистители и стеклоомыватели. Затянувшиеся работы в системе «Алмаз-Эргенбанка» привели к сбою программы. Сегодня многие держатели пластиковых карт этого банка недосчитались денег на своих счетах. При использовании карты остаток оказывался меньше, чем было или ожидалось. Сотрудники банка поспешили успокоить клиентов и сообщили, что средства не исчезли, а произошел технический сбой. Причиной назвали затянувшуюся работу технологического партнера по обновлению системы. Также добавили, что в будущем, чтобы такие ситуации не повторялись, компания намерена заранее оповещать своих клиентов о предстоящих работах. По данным, банк обслуживает более 9 тысяч корпоративных клиентов и более 400 тысяч розничных. При обновлении данного программного обеспечения наблюдается снижение скорости обмена между процессингом и АБС. И у некоторых клиентов, поэтому могут быть при обслуживании в банкоматах или посттерминалах показываться неактуальные остатки. Мы заверяем, что все остатки на месте у клиентов. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. И, как сообщили сотрудники «Алмаз» и «Сергейнбанка», проблему, связанную со сбоем этой программы, сейчас устранили. Работа карт полностью восстановлена. Другим темам. При проверке управления образования Ленского района выявили значительные нарушения. Общая сумма составила аж 8 миллионов рублей. Эти цифры озвучили на совещании под руководством главы района. Оказалось, что начальнику управления и двум его заместителям были начислены большие премии. Что касается работников, то они также премировались, однако без учета какого-либо алгоритма распределения сумм. Глава района сообщил, что проверке подверглись еще несколько муниципальных учреждений. В частности, это Комитет по физкультуре и спорту и Центр дополнительного образования «Сергей». И везде были выявлены серьезные финансовые нарушения. В Якутске с Днем Защитника Отечества поздравили отцов-одиночек. Участники некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений» в рамках акции под названием «Корпоративное волонтерство» вручили этим семьям действительно нужные подарки. Рассказывает наш корреспондент Семен Родионов. Девятилетнему Тимуру он учится во вторую смену. Будет, что рассказать одноклассникам. Сегодня утром ему подарили ноутбук, который так нужен для учебы. Отец школьника Георгий Васильев в пятый год воспитывает Тимура один. Признается, поначалу было нелегко. Впервые, конечно, было трудно. Трудности были. Сейчас более-менее так стало полегче. Вырос уже. Стал помогать по-дому. Самостоятельно остается. Иногда, когда меня нет. Во время работы. Раньше всегда со мной был. А вот у 30-летнего Анатолия Афанасьева забот гораздо больше. Он один растит сразу трех сыновей. Младшему из них всего два года. Необычная семья живет в съемном доме в пригороде Якутска. Глава семейства работает поваром в ресторане. Ему приходится трудиться до поздней ночи, чтобы прокормить семью. Пока Анатолия нет дома, за детьми присматривает дедушка. У нас своего дома нет. Нам участок дали. До сих пор документы еще не готовы. Представители некоммерческой организации заранее предупредили, что семье очень нужна детская кровать. Сейчас четырехлетний Вадим, трехлетний Вальдемар и двухлетний Мигель спят на старом диване вместе с отцом. Представители некоммерческой организации вручили главе семейства сертификат на 30 тысяч рублей для приобретения мебели. Я у них спросил, что именно можно, они сказали, игрушки, одежду. На данный момент у нас кроваток не хватает. Подарили им подарки, которые они очень нуждаются. Это и мебель для дома, это и для развития ученика, это и ноутбук. И я думаю, что мы эту акцию будем продолжать. И мы с сегодняшнего дня объявляем эстафету, корпоративное волонтерство и вручаем эту палочку эстафеты нашим коллегам компании РИК, Петру Вячеславовичу Алексееву. Отцов-одиночек поздравили с Днем Защитника Отечества в рамках проекта «Добрая Якутия», организованного некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений». Семен Родионов, Илья Царомятников, Якутик. Также в рамках Дня Защитника Отечества уже в ДОСАФ организовали патриотическое мероприятие под названием «Уроки мужества». Участие приняли более 80 учащихся из семи школ. Сюжет Петра Говорова. В рамках Дня Защитника Отечества в здании ДОСАФ полное наименование звучит так. Добровольное общество, содействие армии, авиации и флота. Прошло уникальное мероприятие под названием «Уроки мужества», где приняли участие более 80 учащихся из семи школ. «Белый растут, и во меня на помощь не придут». Для учащихся школ города Якутска провели урок мужества, где были приглашены ветераны и участники боевых действий. Работа ведется на общественное начало. Я, пожалуй, скажу, что это единственное объединение, где занятия ведут участники боевых действий. День Защитника Отечества празднуется уже более 80 лет. Я тоже помню, что это и с детства, когда ветераны Великой Отечественной войны у нас были, тоже такие же были мероприятия. И что-то запоминало. Может быть, то, что сказано им, мне в жизни пригодилось, чтобы мы живы остались, но на сегодняшний день. Считаю, это только польза. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия российского государства. Ветерану тыла и труда Лидии Вениаминовне 89 лет. В годы войны она помогала строить взлетную полосу Верхоянски для самолетов Алсиба. Своими воспоминаниями она поделилась подрастающим поколением. Мне понравилось очень мероприятие. Я тут впервые, и все очень хорошо устроено, организовано. Ребята сами так организованно выступали. И вообще организация очень хорошая. Мне понравилось. Ветераны и участники боевых действий уверены в том, что современная молодежь достойно продолжает дело старшего поколения. Служить я рвусь в армию. Я хочу вот прямо сейчас пойти. А сколько тебе лет? Мне сейчас 15. В рамках урока мужества состоялась экскурсия по музее оружия. Ребята познакомились с экспозицией, посвященной Второй мировой войне. Подобные встречи помогают будущим защитникам больше узнать о тех событиях. Экспедиционное объединение «Отважное», поисковое объединение, то, что привезли материалы, где наши якутяне погибли, более 200 человек. То есть тут поле километр на 500 метров в районе Твери. В Великой Отечественной войне. В Великой Отечественной войне, 42-й год. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. Всех земляков наших, казаков, всех вообще поздравить. Казаки Якутии вели все боевые действия, что вела Россия и по сей день. И сейчас мы занимаемся военным, патриотическим воспитанием детей. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Якутск. Ко Дню Защитника Отечества ежегодно повсеместно проводят смотры строя и песни. Исключением не стали детские сады Алданского района. Татьяна Вахнина расскажет подробнее. День Защитника Отечества четверо бойцов Алданского отряда юнармии отметят в подмосковном Одинцово. На ребят возложена ответственная и почетная задача. Они представят Якутию в первом всероссийском патриотическом форуме «Я юнармия». Слет собрал порядка 8 тысяч подростков со всех уголков страны. Программа форума насыщенная. На форуме будет присутствовать предположительно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и министр обороны Шойгу Сергей Горгиевич. Ну и естественно там все наши лица, которые в юнормейском движении состоят. В Алданской юнармии 87 бойцов. На юных патриотов равняются их младшие братья и сестры. Маршировать в ногу, четко выполнять команды строевого, не теряться в ситуациях, требующих силы и выдержки. Все, что умеют, дошколята с блеском продемонстрировали в традиционном ежегодном смотре строя и песни. Рассчитываем только на победу. Состояние очень... Переживаем за деток, за наших. Очень радуемся, аж до слез. В этом году смотр включал три номинации. Строевую подготовку, эстафету и интеллектуальную викторину. Знания военных азов, физические навыки и эрудицию продемонстрировали 9 отрядов из 9 садов района. Послабление в военном деле недопустимы, и подготовка малышей оценивалась очень серьезно. Вы знаете, я вообще к этому очень хорошо всегда относилась. И всегда помогаю и воспитателям, и деткам своим, и вообще всей нашей группе. Поэтому я всегда только за. Патриотизм и готовность защищать родину сомнениям не подлежат. Столь высокие оценки маленьким защитникам дали судьи. Они отметили, что подрастающее поколение – это достойное будущее нашего Отечества. В рамках праздника состоялись и культурные мероприятия. Так, духовой оркестр Лена Ривербрас под управлением дирижера Павла Васьковского совместно с Хором филармонии Якутии выступил на сцене Детской школы искусств. В их исполнении прозвучали самые популярные песни, вальсы и марши. Это очень интересный патриотический концерт. Он приурочен к 100-летию Красной Армии. Патриотический, музыкально очень интересный, очень разные, разнообразные произведения. Песня о Тачанке, песня о Щёрте, песня о Советской Армии, марш Будённого, амурские волны, также великолепный вальс расставания прозвучит, прощание славянки. Также в завершении это всё завершится. Финал оркестр будет петь с хором. Она всегда великая страна, очень патриотический дух на концерте. Сейчас буквально одна минута рекламы. Далее смотрите во второй половине выпуска итогов дня. Кто прав, а кто виноват? Жильцы сразу 18 домов решили сменить управляющую компанию. Но жилнадзор этого не допустил. В чём суть этой проблемы? С типографии до рук читателей, как и в какие сроки доставляют газеты Якутия и Сахасиря до жителей Улусов, какой спрос на эти издания? В соревновании класса А в столице стартовался российский турнир по боксу памяти Александра Федотова. За честь Якутии бьются 58 спортсменов. Это Якутия, 24 в прямом эфире. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». Мы продолжаем. В Якутске жильцы сразу 18 домов, которые обслуживает управляющая компания «Столичная», решили отказаться от этого поставщика услуг. Они уже определились с новой управляющей компанией, собрали пакет документов и уже были готовы оформить этот переход. Однако Управление госстроительства и жилищного надзора республики отказало в передаче этих домов новому поставщику услуг. В ситуации разбирался Дмитрий Тымыров. У Виктора Нощенко астма. Говорит, что каждый день проживание в своей квартире для него сущий ад. Летом в квартире, когда идёт дождь, из потолка льёт, как из ведра. Зимой в квартире очень холодно. Стены покрываются плесенью. Я постоянно болею, постоянно простужаюсь, постоянно у меня приступы из-за такого состояния, из-за того, что у меня грибок в квартире. Такая картина и у соседей. Жильцы дома по адресу Очеченко, 25, уже устали обращаться за помощью в управляющую компанию «ЖКХ «Столичная», чтобы они устранили проблемы. Те, в свою очередь, кормят пустыми обещаниями. Под конец они уже устали. Сами начали потихо и ремонтировать свой дом. Надоело обращаться в «ЖКХ». Я вот уже всё собрала деньги и отдала людям. И они мне сделали вот эти три двери. Вот входную дверь, эту дверь и ту дверь, что в коморку там никто не ходил. А дело в том, почему я поменялась, сильно за это вытратывала. Потому что я не могла уходить из дома на полтора часа. У меня дверь замерзала. От бездействия управляющей компанией устали и жильцы других домов промышленного округа. В целом их набралось 18. У нас проблема очень большая с жилищной компанией сложилась. Они круглогодично ничего не делают. Трассы, вот видите, сами голые. Наши уговоры, чтобы они что-то сделали бесполезно. В свою очередь, администрация управляющей компанией, которая обслуживает эти дома, уверяет, что все поступающие жалобы устраняются по мере возможностей оперативно. Жильцы до сих пор к нам обращаются. И мы выполняем заявки. У нас три аварийные бригады. Это суточные. Также у нас дневные смены. Также у нас дневные сварщики. У нас полностью в штате именно по сантехникам и сварщикам 18 человек. Сегодня жильцы тех проблемных домов решились на смену управляющей компании. Уже провели переговоры с другой обслуживающей организацией. Мы все жильцы согласились, чтобы у нас имен был. Я вот Людмиле Борисовне звоню, у нас вот что-то случилось. Смотрю, сразу приехали. Сразу все сделали. В ЖКХ столичное нас уверили, что они оперативно реагируют на каждое обращение. Но, по словам жильцов, все эти проблемы почему-то устраняет не они, а другая управляющая компания. На этих домах мы устранили течи, одолбили наледи. Ну и по мелочи тоже много чего было сделано. Акты все эти мы передали в жилнадзор. По словам юриста управляющей компании «Юнион», сегодня процедура оформления перехода этих домов в их ведение застопорилась. Нас вызывали два раза к ней на совещание. И два раза на этих совещаниях нам говорили, что мы не имеем права эти дома обслуживать. Хотя протоколы жильцов у нас есть. В управлении Государственного строительного и жилищного надзора республики ситуацию прокомментировали так. На сегодняшний день в управление поступили копии протоколов на 18 домов о том, что собственники решили выбрать обслуживающую организацию «Юнион». Но при этом нарушение жилищного законодательства инициаторами не приложен подлинники протокола. Отсутствуют бюллетени с решениями собственников. И, соответственно, на сегодняшний день, помимо вот этих протоколов, поступили еще и обращения. Жалобы о том, что нарушен порядок при проведении общих собраний. Когда можно будет поставить точку, в этом вопросе еще неизвестно. А пока все это решается, на дворе наступает весна. Скоро будут потопы, лужи и мусор. Главное, чтобы в это самое красивое время года не страдали от бездействия управляющих компаний жильцы промышленного округа. Вот тогда и посмотрим, кто как работает. Дмитрий Тымыров, Василий Слепцов, Якутск. Ну а в мирном работнике ЖКХ провели выездную комиссию по жалобам горожан. Такие проверки там проводят еженедельно для своевременного решения проблем. Репортаж Евгения Тайтонова. Неоднократные обращения Михаила в управляющую компанию с просьбой установить греющий кабель в канализационную трубу не получили ответа. В итоге труба замерзла и все фекалии, а также канализационные воды с верхних этажей просочились в квартиру Михаила на первый этаж. Затопило ванну, туалет, прихожую. Уровень поднялся, пошел на кухню и пошел в зал. Под линолеумом все разбухло, мебель на кухне повреждена. А также повреждены новые обои, что пришли в негодность, штукатурка. По мнению представителей управляющей компании, во всем виноваты сами жильцы, которые выкидывают мусор в канализацию. Оно перемерзло, когда попадает туда, забивает канализацию. Вода стоит, и вот оно тогда перемерзает. Если действительно это было полотенце, хотя правильно говорите, не зафиксировано, это не подтверждено. Поэтому мы зафиксируем то, что есть сейчас. Рекомендуем управляющей компанией все-таки сделать электрообогрин через сокольное перекрытие до выхода в квартиру. Жильцы следующего дома пожаловались на холод в квартирах. По их словам, батареи недостаточно отапливаются. Комиссия решила проблему, уменьшив подачу тепла в другие объекты, где тепло подавалось сверх нормы. А в соседнем доме жильцов беспокоили уже две проблемы. Это холодный пол и замерзшая канализация. Оказалось, причины этих бед таились под домом. Канализационные трубы были плохо утеплены, а швы сокольного перекрытия и вовсе разошлись. Надо будет вам пройтись, расшить и запенить, а мы тогда проведем обследование и межпанельные швы на торце посмотрим, что там. Мы этим снизим, это вообще нет. Это только для этого делать. Межпанельные швы сейчас нет. Такие ситуации у нас нерядовые. Каждую неделю мы практически выезжаем, по этим позициям проверяем, соответственно, совместно с управляющими компаниями, с руководителями, совместно с субстанавливающими организациями. И уже в дальнейшем принимаем меры по устранению и контролю за тем, чтобы данные причины были устранены либо сразу, либо, если это невозможно, в летний период. Комиссия работников ЖКХ предусматривает не только выезды по обращению горожан, но и объезды по благоустройству города. На днях они проведут осмотр городских территорий, участков на предмет выявления несанкционированных свалок. Евгений Таитонов, Марьяна Кутукова, Мирный. После серии аварий на котельной в поселке Хандыга прошло полное обследование этой и других объектов теплоснабжения Тампонского района. Проверку возглавил гендиректор ГУБЖКХ Республики Виктор Амуков. Тему продолжит Нина Ханарова. Несколько аварий на самой старой котельной поселке Хандыга этой зимой доставили много хлопот жителям и работникам жилищно-коммунального хозяйства района в самые холодные месяцы зимы. Тем более, что эта котельная отапливает почти треть райцентра. Мы уже отправляли специалистов, здесь неделю работали, строители, ремонтную бригаду посмотрели. И решение принято о том, что эти котельные мы будем рассматривать или ремонт, или строительство новой котельной. Поэтому одно из двух будет, вероятно, и всего второй вариант. Котельная, построенная в 70-х годах, выработала весь свой технический ресурс и не может полноценно работать в будущем. Вопрос о строительстве новой стоит уже давно. И эта зима показала, что полной реконструкции не обойтись. Также остро стоит вопрос качества угля, добываемого с прошлого года открытым способом. Например, на 15% мы смотрим, что увеличивается расход. Зольность увеличивается тоже на порядок. Поэтому мы будем рассматривать вопрос поставки угля именно больше. И котлы, и технический порядок мы полностью будем рассматривать все именно в комплексе. Несмотря на все сложности, в связи с аварийным состоянием котельной работники филиала уверяют, что до конца сезона котельная однозначно доработает. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокор, Хандыга, Тамфонский район. Тиражи бесплатных республиканских газет Якутии и Сахасыря достигли отметки в 110 тысяч экземпляров. Отчасти это благодаря поставленной схеме доставки в районы. Репортаж Саргаланы Федоровой. Свежие газеты загружают в такси. До пункта назначения Вилюйска и Верхневилюйска – 600 километров. Доставка до самого дома. Услуга для 88 населенных пунктов Якутии. У нас в Якуске тоже порядка 30 тысяч газет мы распространяем в Якутии и Сахасеры, но большая часть тиражей идет в районы. Именно в районах людям не хватает качественной оперативной аналитической информации, и мы их этой информацией обеспечиваем. Продолжаем следить за качеством, чтобы газеты не валялись. Создаем контрольные точки, по которым мы видим, когда, в какой момент времени газета пришла в тот или иной населенный пункт. То есть стараемся отстраивать систему, которая бы работала без сбоев и максимально эффективно. В типографии макеты обретают жизнь в бумаге. Наша съемочная группа не успела запечатлеть красивое превращение белой бумаги в газету. Минута в минуту специалисты работают ночью, чтобы к утру тираж был отпечатан, упакован и бережно доставлен читателям. Сегодня четверг, завтра отдыхаем. Всегда беру Якутию из Сахасера. Я сам в Якутии работал долгое время. И поэтому мне всегда интересно Якутии. Сто агентов работают как в районных центрах, так и в отдаленных наслегах. В доставке помогают частные предприниматели и главы муниципалитетов. В поселках, где меньше тысячи жителей, газеты распространяют через киоски и администрации. Бесплатно. Газеты сейчас меняются, и формат меняется. Все доступнее становятся материалы, которые анализируют, но емко и четко и ярко. Базу подписчиков постоянно обновляют. Список желающих появился год назад, когда в Сахамиде заявили о бесплатном распространении республиканских газет. Спрос на достоверную информацию, говорят в редакциях изданий, по-прежнему превышает предложение. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Икутск. Воспитанники детской школы искусств Нерюнгре стали лауреатами первой степени конкурса талантов в Улан-Удэ. Это фестиваль в рамках международного проекта под названием «На крыльях таланта», рассказывает Екатерина Павлова. Преподаватель детской школы искусств города Нерюнгре Марина Болоткова уже 12 лет учит детей вокалу. Сейчас у нее два коллектива – ансамбль первого класса, «Хэппи-гёрлс» и 15 сольных исполнителей. Ученики Марины Владимировны являются лауреатами и дипломантами вокальных конкурсов различного уровня – от городских до международных. И в этом году уже успели стать лауреатами международного конкурса. Приезжаем показать себя, посмотреть других, испытать выдержку, испытать свою дисциплинированность, посмотреть другие города. Это всегда интересно. Перед началом занятия обязательно распевка для выработки вокальных навыков, точной интонации и развития диапазона. Полина занимается вокалом с трех лет. Скучать девочке не приходится, нагрузка большая. Учеба в двух школах одновременно – общеобразовательный и музыкальный. Это выработало у Полина дисциплинированность и самостоятельность. На конкурсе в этом году Полина Пруткая выступила с двумя сольными номерами. По моей номинации было очень много участников. Даже иной раз сказалось, что все, я сейчас не выиграю, все, проиграю, все. Основными целями конкурса фестиваля является популяризация творчества юных талантов, сохранение и развитие национальных культур, формирование потенциала подрастающего поколения и многое другое. Каждый участник испытывает прилив сил, душевный подъем от подобных фестивалей, особенно возвращаясь домой с победой. Первое место, которое я заняла. Мне очень понравилось. Отель красивый, номера очень красивые. Шведский стол, было очень много всего. Потом очень было красиво, правда, в городе. Мне очень понравилось. Участников фестиваля оценивала компетентная жюри, в состав которого вошли академики, профессора ведущих вузов России, заслуженные работники и эксперты в области культуры. На галоконцерте прошла церемония награждения, и победители выступили со своими лучшими номерами. Екатерина Павлова, Айала Моссов, Нерингри. Нерингринская тяжелоатлетка завоевала серебро на первенстве России. Соревнования проходят в Туле. Якутианка Алина Василенко выступила в весовой категории до 53 килограммов. Девушка выполнила шесть попыток в рывке и толчке штанги. В общей сложности Алина подняла 423 килограмма. Таким образом, нерингринской спортсменке удалось стать мастером спорта России. Добавим, что соперницами Алины Василенко стали 34 атлетки со всей страны. Ну а в столице стартовал всероссийский турнир по боксу в памяти Александра Федотова. С прошлого года соревнованиям присвоили класс А. Это позволяет его будущим победителям выполнить норматив мастера спорта России. На ринг всего выйдут 98 спортсменов из 11 регионов страны. Якутию представляют 58 боксеров. Это во всех весовых категориях. Репортаж Сарглана Захаровой. Тренер дает последние наставления. Судья объясняет правила боя и гонка объявляет о старте. Одними из первых на ринге встретились фавориты состязаний. Чемпион мира по боксу среди студентов Дарман Кутубеков, представляющий Якутию, и мастер спорта России якутианин Семен Степанов, выступающий за Новосибирск. Семен вышел на ринг впервые после трехлетнего перерыва. Раньше он выступал в весе 52 килограмма. Однако после череды травм на руке выбыл из соревнований. Весовой категории 56 килограммов чувствует себя хорошо, добавил спортсмен. Несмотря на долгий перерыв, он смог одолеть своего соперника. Семен Степанов, разумеется. Сори готовились в Центр спортивной подготовки в триумф. Прошли курс обучения, прибрали навыки, совершенствовали свое мастерство в такти-техническом плане. И они будут показывать, думаю, свое индивидуальное ведение боя на этом ринге. Судейский состав возглавляет член Международной ассоциации любительского бокса Сергей Бертник. Знаете, я так думаю, по количеству участников, пожелающим боксерам, которые хотят выполнить мастера спорта на этом турнире, я думаю, что схватки будут довольно-таки приличные и захватывающие поединки. Схватки продолжатся уже 23 февраля. Начнутся они в два часа дня. Самым ожидаемым событием станет выход двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира и участника Олимпийской игр в Рио-де-Жанейро Василия Егорова. Он выступит в весовой категории до 52 килограммов. Окончательные итоги подведут уже в это воскресенье. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин